Это размышление о том, как ОНР следовало бы строить свою работу, чтобы добиваться решений каких-то важных для научного сообщества вопросов, в первую очередь. Ну и там, соответственно, будет резолютивная часть, которую я зачитаю, которая голосуется сейчас на сайте общественного судового. Ну, начнем с того, что, в общем, упадок общественной активности, общественно-политической активности после всплеска, имевшего место в 2011-2014 году вообще, он коснулся, конечно, безусловно, и научной сферы. В общем, при том, что, в общем, наверное, заметный вклад туда внесла и борьба против закона о Российской Академии Наук, всем известного в 2013-м году, в которой участвовало непосредственно в акциях тысячи человек, не только в Москве, но и в других городах страны. Если считать число тех, кто подписывал различные обращения, это будет многие-многие десятки тысяч, за вернувшую 100 тысяч, например, только обращение профсоюза работников РАНС, 120 тысяч человек подписало по всей стране. Но, тем не менее, в общем, добиться отмены и непринятия этого закона не удалось, и апатия, и явность, в общем, которые из того и местного научного сообщества, не верят в способность решать не какие-то свои частные проблемы, занимаясь своим делом, а решать какие-то глобальные проблемы на общественном сообществе, оно, по-видимому, только усилилось. Ну, даже многие, наверное, те научные сотрудники, которые считали важным и нужным участие в общественной деятельности, в работе общественных организаций, считали, что нужно вести эту работу и добиваться решения этого вопроса, даже, по видимости, часть из них утратила интересы. Вот, например, общество научных работников, мы можем видеть, что из более чем 500 членов к сегодняшнему утру, там 240 человек прошли регистрацию. То есть, по-видимому, те люди, которые как-то не очень упорно хотели участвовать, они решили, что в пользу не будет. Если в таких, в общем, ситуация, как мы понимаем, очень тяжелая, и тяжелые годы настали, борьбы за свободу страны, как в известном фильме, проходят, да, за ними другие приходят, они будут тоже трудны. То есть, в ситуации, когда сокращается финансирование науки, и в этом году секвестр был 10%, и в будущем году, не исключено, и очень вероятно, в будущем год-два, во всяком случае, Министерство финансово-настралийство будет продолжаться. Это сокращение. И опять же, те процессы, которые вот этими активными протестами против принятия закона РАН, они были на время приостановлены, собственно, переходу к содержателю и как бы содержателю части реформирования, они тоже начнутся в сфере, вот, в бывшей академической сфере науки, которая сейчас подойдется на фон-рол. Вот уже были совсем недавно, в весной этого года, опубликованы проекты документов, так сказать, меняющих подход к формированию коренным образом государственного задания для научных организаций, которые в случае принятия будут иметь очень серьезные последствия. Ну, или идет процесс уже последний год, где-то много разговоров, и непосредственно где-то переходит дело по реструктуризации академической науки институтов. Наконец, начнется процедура оценки результативности деятельности научных организаций. Все это в ближайшем уже году, может быть, в следующем году может привести к последствиям, не исключено, что достаточно тяжелым последствиям, зная, как у нас часто проводятся даже разумные в целом начинания. Есть ли в таких условиях возможность как-то в условиях упадка общественной активности и традиционного неверия возможности что-то сделать, в общем, в целом, глобально, если не говорить о себе, как это на своих деятельностях, есть ли возможность влиять на решение власти, как это делать? Вот я постараюсь об этом немного поговорить. По-видимому, все-таки, разделяя пессимизм, уже сегодня высказанные возможности конструктивного какого-то взаимодействия органов и власти, их желание слушать то, что говорят ученые, возможности, на мой взгляд, все-таки есть. Какие для этого предпосылки? Ну, во-первых, несмотря на все отмеченные негативные факторы, как низкая общественная активность, существуют как традиционные массовые, хорошо структурированные организации, которые объединяют научных работников, таких как профсоюз работников РАН, так и сравнительно новые, такие как наше общество научных работников, или даже совсем неформальные, устонаправленные тематические группы, такие как диссердменты, существуют, ну, много других разного рода инициативных групп, небольших организаций существует. Наконец, вот на волне борьбы с этим законом, возникло, если хронологические последовательности, перечислять несколько новых форм общественной активности. Организация, как я, например, стоит клуб 1 июля, конференция научных работников и комиссия по общественному контролю за реформой науки. Таким образом, вот, существует достаточно большой массив этих разного рода организаций, групп, которые, в принципе, и к этому нет никаких препятствий, могут действовать вместе, совместно на решение каких-то определенных проблем важных, как глобальных, так и, может быть, важных частных проблем. Ничто с ними не мешает, по очевидным причинам я буду устанавливаться. И, очевидно, это и для чиновников наличие большого заметного количества организаций действующих совместно, оно тоже будет определенным важным фактором. Ну и, в общем, такое согласованное действие могут привести к инструктивному интерференции в различных различных организаций. Наконец, это первый фактор. Второе, это, конечно, государство, власть, оно в последние годы делает очень много для того, чтобы как-то подавить и поставить под контроль общественную активность. Либо поставить под контроль, набрать какие-то приемлемые подконтрольные формы, либо подавить общественную активность, особенно протестную. Ну, для этого, мы знаем, принимаются поправки в законодательство о массовых акциях, в законодательство средств массовой информации, предпринимаются, соответственно, и законодательные акты, касающиеся действий некоммерческих организаций, вот тут уже обсуждающиеся случаи с династией непосредственно с этим связаны. То есть власть, она готова давить общественную активность, даже там, где она является созидателем и малая доля политики, но вот ради того, чтобы задавить эту политическую составляющую, она готова подавлять ей огромную созидательную активность, такой, как фонд династии ведет в кандидатической деятельности. Но, тем не менее, у этой вот обостренной реакции, обостренности восприятия нашей власти, авторитарной, по отношению к лицензионированной протестной общественной активности, есть и определенная обратная сторона, а именно обостренная чувствительность к такой протестной активности. Там, где нет жесткой выраженной политической воли, необходимости принять каких-то действий, например, как была в случае закона Моран, бюрократия, если она сталкивается с упорным, настойчивым действием, пусть даже не очень большого числа людей и каких-то организаций, она готова в каких-то случаях отыгрывать, отказываться от тех шагов, которые она видит, но и даже более того, иногда готова принимать решения, при которых заинтересовано научное сообщество. Я вот об этом позже скажу, о конкретных примерах. Таким образом, вот эта вот обостренная чувствительность к протестной активности и к упорной протестной активности, она имеет место в мире. Это тоже важный фактор. Наконец, есть условия, есть в какие-то периоды власть, даже такая, как у нас, она вынуждена, соблюдая правила игры, быть более чувствительной к общественному мнению, к активным действиям, чем обычно. Это периоды, совершенно очевидно, прежвыборные, и такой период, он скоро наступает, федеральный выборный цикл, если можно так выразиться. В конце 2016 года состоится выбор в Государственную Думу, а в начале 2018 года выборы президента России. Поэтому, соответственно, более-менее власть в этот раз будет наиболее чувствительна к действиям ученых. Теперь, в общем, какие-то предпосылки я перечислил, которые существуют к тому, чтобы добиваться решения определенных, пусть частных, не ладных вопросов. Дойдем к тому, как, может быть, стоит действовать. Ну, во-первых, очевидно, что сейчас, в общем, научное сообщество преимущественно находится в проймершной, в оборонительной позиции. А именно, мы вынуждены постоянно отбиваться от каких-то бюрократических инноваций, инициатив от чего-то, что нам нравится сверху. То есть мы реагируем. Мы, в лучшем случае, путем каких-то конструктивных взаимодействий, описания всяких бумаг, замечаний, реагирования на проекты каких-то документов, так как путем протестов иногда получается отбить какие-то особо вредные инициативы или университет степени вредности. Но инициатива полностью, практически полностью, не полностью, это неправильно выразился, но практически полностью инициатива на стороне чиновников. Поэтому вот верхушечные разные химеры, и мы с ними боремся. Эта ситуация, конечно, пройтрашная, следовала бы тоже совершенно тривиальной мысли. Гораздо более выгодная ситуация, когда нарушенное сообщество проявляет больше активности и ведет какие-то, если можно так сказать, наступательные действия. Когда не чиновники нам навязывают свои повестки дня, это мы формулируем и навязываем какую-то повестку дня чиновников. Мы навязываем это слово грубо, но, тем не менее, оно не несет никакого такого плохого оттенка, а именно мы формулируем проблемы, которые мешают развитию функционирования науки в России и заставляем чиновников решать эти проблемы. Вот я тоже, как говорится, про это хочу говорить, что вот здесь есть улица, должна быть, как минимум, двусторонним движением. То есть не то, чтобы отбивать, а именно что-то предполагает, а заставляем их делать то, что нужно для развития науки в России. Каким образом это делать? Значит, тут, опять же, нужно проанализировать исторические, может быть, опыты деятельности тех, многих тех, кто сидит в зале, например, ну, за последние, там, 10, может быть, летопременно, и посмотреть, какие способы взаимодействия с властью оказывали, в общем, позволяли что-то сделать, картинки ей не позволяли практически ничего сделать. Я, может быть, начну где-то с 2004 года, поскольку непосредственно сам наблюдал и участвовал в этих действиях, поэтому могу, в общем, судить об этом в достаточной степени, как говорится, и сам все хорошо помню, в достаточной степени адекватности. Так вот, в 2004 году осенью была очередная, один из там, очередная серия попыток государства как-то на свой лад перестроить науку. Тогда была комиссия по оптимизации бюджетных расходов действовала, такая простая аббревиатура Комарбова. И был сформулирован, по-моему, в сентябре, в начале сентября 2004 года документ под названием что-то типа «Участие государства в управлении научным комплексом». Такой, я не помню точно название документа, который вызвал широкий протест. Ну, потому что я не буду для экономии времени характеризовать. В общем, он был сгубо-вежимущественный такой документ, настроен на оптимизацию пользования имущественного комплекса науки, а не на содержательную сторону научных исследований. И после этого, на том же сайте scientific.ru, где это обсуждалось, там писали с обращения к председателю правительства Франкову тогда, возник вопрос, хорошо, вот государство, вот те люди, которые сейчас от имени государства формулируют эту задачу, оно не понимает, как это работает, и не понимает, какую задачу он у нас ставит. Тогда, может быть, мы должны попытаться, объединившись, сформулировать какие-то свои предложения встречные, как нужно, что и как нужно делать для того, чтобы наука в России не загибалась, а развивалась. Были сформулированы документы на протяжении последних, там, в 2005-2006-2007 год. Эти документы в разных форматах, в разных группах, в разных форматах, представляются на круглых основах Министерства образования, на разные эксперты, органы, в виде докладов. Они обсуждались, опять же, на сайте, то есть в открытом формате, и сформулировались, то есть это такое живое было творчество, и, в общем, достаточно серьезно, большой массив серьезных предложений был наработан, которые даже, чиновники часто его воспринимали достаточно положительно внешне, что, о, да, да, это неплохо, такой снижательный доклад. Но при этом, как оказалось, помимо того, что сама по себе функция вырубки каких-то этих предложений, она имеет смысл и она важна, но эффект какой-то для, с точки зрения управленческих действий, влияния на управленческую деятельность, на чиновничьих людей, он был минимальным. Практических решений по этим документам очень, ну, практически не было. Они отсутствуют. То есть это показало, что наша власть вот так вот не работает. Она не готова, не хочет и не готова, это есть и то, и другое, не может и не хочет, и не готова брать такие цельные какие-то программы и пытаться их воплотить. Это, в общем, она на это не способна, и совершенно в этом не заинтересована. Значит, какие действия оказались более продуктивными с точки зрения достижения конкретных целей? Это, я вот сейчас на двух примерах остановлюсь, в общем, глобу они хорошо, достаточно известны, успешного навязывания, если так можно выразиться, пользусь технологией, власти своей правильности дня. Во-первых, это деятельность сообщества «Дисернет», о которой уже говорилось, и о чем будет говориться. То есть, несмотря на то, что это небольшой, достаточно узкий, маленький круг людей, достаточно небольшая группа, ее усилия, в общем, была поднята, действительно, широко освещена в средствах массовой информации не только для научного сообщества, но и, в общем, для большого числа думающих, считающих людей из других свет, была вскрыта проблема, связанная с фабриками диссертаций, с плагиатом, с фальсификацией, которая имеет серьезнейшую проблему, которая имеет несколько аспектов. Один, может быть, более интересный для журналистов и для общественной связанности, поскольку имеет очевидный политический аспект, это то, что многие наши политики, чиновники, депутаты, они в последнее десятилетие для них стало престижно приобрести какую-то ученую степень, и поэтому, грубо говоря, фабрики диссертаций работали на то, чтобы им в этой степени продавать, фабриковать. Ну и второе, может быть, принципиально важное для научного сообщества, это то, что в значительном числе мест, в первую очередь, если это общественная наука, где-то гуманитарная, но, на самом деле, и не только, началось перерождение злокачественной научной среды. Когда вот тот интерес к познанию, то, собственно, внутренняя движущая сила, настоящая следователя, она либо утрачивалась, либо вообще не имела места быть, а все подменялось, некимимитационная деятельность, основной целью которой являлась карьерный рост и повышение материального состояния. Вот вся эта проблема, ну, то, что мы знаем, где университеты, где генназтии, как говорится, были ректора и дети их, становящиеся 25 лет, докторами наук, все это мы знаем, то есть все это злокачественное перерождение само научного сообщества. Вот, конечно, тут нельзя говорить о том, что диссертату это удалось решить, но эта серьезнейшая проблема была поставлена, и внимание к ней не ослабевает, и власти, даже при бешеном сопротивлении тех вот представителей власти многочисленных, которые сами купили диссертации, заинтересованы в том, что вся эта проблематика была, раз она всегда, пригрыта, они вынуждены, так или иначе, какие-то усилия предпринимателей как-то реагировать. Это один пример. Второй пример это борьба в первую, в первую, в первую, в основном, в 2011 года, известная с занесения поправок в закон о государственных законах и за увеличение гражданого финансирования через систему предыдущих наушных фондов, это ФРГНФ. В общем, она началась раньше, но особенно острая и активная фаза, фаза 2011 года как раз при выборном июне, и в этом смысле это нам интересно, особенно. Удалось решить два вот этой борьбы, в процессе этой борьбы удалось решить два из частных, универсальных вопросов. Во-первых, внести изменения в закон, в 94-й ФРЗ, закон о государственном законе, которые значительно облегчили ситуацию с закупками в научных организациях на средства грантов, на средства государственных контрактов. То есть, от совершенно невозможной ситуации, которая сложилась в начале 2011 года, пришли к чему-то заметно более разумным. И второй вопрос, это удалось добиться перелома тенденции на сокращение финансирования ведущих научных фондов. На то время, соответственно, это не было Российского фонда и Минутальных исследований, Российский Минутальный научный фонд. Если вы помните, эти фонды были не бери филии внимания финансово-экономического блока и планировалось, что в 2009 году бюджет фонда в результате кризиса на секвест в прошлом кризисе был снижен с 7,2 до 6 миллиардов рублей и дальше планировалось снижать его еще до 4,3 миллиардов рублей. Я помню в разговоре 2011 года с людьми, которые имели контакты с чиновниками в многочисле, они говорили, ну там, Женя, может быть, вы чего-то добьетесь по поводу госзакупок, а там не суд поправки, но денег, конечно, вы никаких не получите, вы даже не надеетесь, это бессмысленно. И тем не менее, как неудивительно, удалось добиться эффекта. Мало того, что бюджет фонд в 2012 году был увеличен с 6 до 8 миллиардов рублей, ну а фонды эти попали в эти самые эпохальные, пресловутые майские указы Путина, в указ номер 599, и было зафиксировано, что в 2018 году бюджет научных фондов должен достигнуть 25 миллиардов рублей против семи, которые объявили. Вот на эту публикацию указа. Вот. Таким образом, общественная активность целенаправленно меня привела к тому, что вот эти вот совершенно неинтересные, не важные для власти фонды научные, они попали, даже были внесены в какие-то важные документы, которые сама власть консенсирует как самые важные. Вот это на самом деле большой успех. Почему так получилось? Почему удалось добиться решения этих важных частных вопросов? Я бы несколько фактов выделил. Во-первых, конечно, это совместные действия целого ряда общественных организаций. Инициативная группа молодых ученых НГУ, которая подняла собственно первые вопросы в государственных закупках и начала сбор подписей после того, как в НГУ ползакупки не случился. Профсоюз работников РАН, Инициативная группа молодых ученых, студентов еще одна неформальная В профсоюз учить вот несколько этих групп действующих они действовали вместе. Каждая из этих организаций, она имеет такие-то свои сильные стороны и когда объединение их усилия объединения сильных сторон эффект получился гораздо больше, чем тот, который был, если бы действовала одна организация. Второе, было выделено, не было какой-то расплывчатой повестки не было поставлено большого количества задач. Усилия были сконцентрированы на двух конкретных вопросах. Это правила закупок увеличения грантов финансирования. Третье, немаловажно, что вот эти вопросы, они были напрямую затрагивали деятельность активной работающей части научного сообщества. И вот эти люди активные работающие, они шли на митинге, они подписывали бумаги и все прочее. Четвертое, была в общем-то проведена достаточно длительная и активная работа компания по достижению этих целей. Она включалась в несколько составляющих. Это, конечно, длительное взаимодействие с чиновниками. На протяжении 2011 года велась работа с Министерством экономического развития с начала до конца года, с депутатами Государственной Думы, с Министерством образования и науки. Это, конечно, постоянная работа со средствами массовой информации, привлечение их усилий и внимания к этой проблематике по-разному ведущейся. Были пресс-конференции, пресс-релизы, которые объяснялись журналистам в обществе, чем эти проблемы не имеют, почему они так тормозят, а я не так вымышляю, условия работы. Безусловно, множество статей в СМИ отдельных. Ну, наконец, были, в общем, работа и в соцсетях и власти. Были придуманы, что тоже важно, то есть, продумывались какие-то мелочи, вплоть до лозунгов на массовых акциях. Митинг был тогда, 13 октября 2011 года на Пушкинской площади вот по поводу этих двух требований состоялся, что тоже важно в нашей акции. И вот были продуманы в том числе лозунги, такой был лозунг основной митинга после того обсуждения «дайте ученым работать». То есть, он акцентировался то, что ученые, вот все привыкли, как иногда, что все просят денег, все просят чего-то, тут был, это, думаю, тоже оказалось в своем влиянии, поставленный вопрос «дайте ученым работать». Мы даже не просим каких-то дополнительных средств выделить на науку сейчас, мы просим не убрать эти дикие, бессмысленные бюрократические барьеры и просим не распределить средства от расходов нерационально в рамках федеральных циверных программ к более эффективной в рамках на северной науке. Вот все это вместе сыграло. Таким образом, мы видим, что даже в наших условиях можно решать проблему. Вот переходя к более такой завершающей части, мне кажется, что общество научных работников, когда оно думает готовиться к каким-то переводам, если говорить, переводам, обронить его наступательной тактике, оно должно стараться придерживаться вот этих успешных алгогенов действий. И проработать его в этом 2015 году, проработать план поездки действий, выработать те направления, которые в 2016 году стараются для общества направления конкретных ударов, помимо всей рутинной и важной работы, которой общество должно заниматься всегда. Какие проблемы могут быть выбраны? Я даже не хочу сейчас конкретно говорить. Это могут быть какие-то глобальные вопросы, типа принятие разумного, хорошего, законного науки. Это могут быть конкретные вопросы, опять же, закупка, конкурсово-финансирование, еще чего-то, мирование государства. Это могут быть какие-то острые вопросы, которые возникнут в 2015 году, который идет. Не знаю, и даже не хочу про это предполагать. Важно, чтобы общество эти направления не было. К чему? Мне кажется, что нужно это должно ввести формирование вот этой повестки дня для криши-станции, если так можно выразить, должно идти на форуме, на сайте общества наручных работников. Чтобы это действительно должна быть инициатива всему обществу, не для всего общества, а не совета, не для каких-то отдельных людей. Таким образом, вот та проблема, о которой иногда говорится, и сегодня она затрагивалась на при обсуждениях на форуме нашего общества расставится, что как бы Совет что-то там делает, а вот как простой обычный Северно-обще-неходящий Совет, что он может сделать, каким-либо образом он может на что-то повлиять. Так вот, тут предлагается всем людям, которые готовы иногда поговорить, прикладывать значительные усилия и добиваться каких-то целей, заявить о своем правлении, мобилизовать каких-то своих сторонников и сделать, включить ее в основные направления работы обществу. Каким образом нужно убирать проблемы? Ну, тут я сейчас приду к рефлютивной части, потому что предлагается принять по результатам общего собрания, что к следующему Собору ОНР 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 быть подготовлено проработать предложение по формированию повестки дня 2016. Само общее собрание ОНР должно быть стартовым моментом для начала активной работы СМИ с чиновниками по выбору и управлению действий. Предлагается принять следующий примерный план по формированию повестки дня 2016. 1. Не позднее конца июня 2015 года необходимо создать на форуме овладаж специальный разбил для обсуждения отбора проблем, решения которых будут направлены основные усилия ОНР в 2016 году в проблем повестки дня 2016. 2. Начало декабря 2015 года следует завершить движение предварительного обсуждения предложений по проблемам повестки дня 2016, а также предварительное формирование рабочих групп по каждой проблеме. Необходим условием включения проблем в повестку готовым взять на себя ответственность и запланировать осуществление действий направления на решение проблем. Но это совершенно очевидно, поскольку по опыту прошлых действий можно сказать, что успешное решение проблемы требует очень серьезных усилий, дефодрации времени и сил и просто множество нервных усилий, гибели множества нервных клеток, то должны быть люди, которые готовы не просто что-то выбрать, но и сами делать. К концу февраля 2016 года следует провести разработку программ рабочих групп по каждой проблеме, а также обсудить возможность совместить другим общественным организациям решения этих проблем. Это тоже важно, как я уже говорил, мне кажется, не стоит долго на этом восстанавливаться. Нужно найти те проблемы, стараться, которые волнуют достаточно широкие своих ученых, работающих ученых и совместно действовать всем общественным организациям значительным в них число существует, будет стержение тогда вероятность решения этих проблем, потому что нам удаться навязать чиновникам необходимость решения реальных проблем, она резко вырастает. четвертая непоздействие до начала общего собрания ОНЕР 2016 года Совет ОНЕР может рекомендовать две-три проблемы для включения повестки ОНЕР 2016, учитывая наличие команды сезонного для решения проблем реализации с разработкой программы действий возможности действия с другими общественными организациями на русских акробах преподавателей ОНЕР почему я говорю про Совет ОНЕР все-таки это ни в коем случае не директива не отбор не отбор это некие рекомендации людей которые ведут ежедневную работу в общем-то часто по взаимодействию с чиновниками которые некие опыты имеют поэтому мне кажется имело бы смысл предложить членам общества мнение совета по поводу того что все-таки кажется более реалистичным и что какая постановка вопроса в общем более разумна какие вопросы проработаны какие не проработаны почему 2-3 2-3 вопроса я говорю потому что по видимости постановка очень больших проблем очень-очень много и острых и серьезных но если мы попытаемся поставить сразу много проблем сил на это не хватит и мы добьемся успеха может быть не родным значит 5-й позднее чем неделю до начала общего собрания в 2016 году на сайте ОНР следующая информация по каждой предлагаем проблем поездки дня развернуть описание проблемы программы действия по решению проблем состав рабочей группы в окон Продолжение следует...